Приветствую вас, и условно вашу проблему можно разделить на две составные части. Первая часть это чисто медицинская, физиологическая часть, вторая часть это чисто психологическая. Дело в том, что чисто с, я бы сказал, медицинской точки зрения, ваше состояние может быть продиктовано совершенно биологическими процессами. То есть, я, конечно, не знаю, и, может быть, ошибаюсь, но, на мой взгляд, есть большая вероятность, что вы просто-напросто так проявляете свое заболевание. Какое-то, 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 конечно, неизвестно какое. И с этой точки зрения, с этой позиции вам рекомендуется обратиться к врачу, общему, ну, общему терапевту, а именно общий терапевт, он вам поможет определить, если у вас медицинские показатели, вот, проблема. Либо они есть, и тогда с этим нужно будет вам что-то делать, да, то есть как-то уже, ну, лечить себя, как-то вот наше здоровье, да, подправлять, подправлять. То есть есть вариантов, может быть, много. Это, соответственно, медицинское точка зрения. С психологической точки зрения ситуация такова, что нужно увидеть, постараться определить, с чего начались у вас вот эти вот проявления, симптомы, вот эти вот сложности, которые вы испытываете сейчас. Что послужило с пусковым механизмом для того, чтобы вы чувствовали себя сейчас так, как вы чувствуете. То есть вы говорите, что я сломалась. Ну, значит, если вы сломались, значит, скорее всего, что-то произошло. Произошло что-то такое, что вас сломало. И вопрос заключается только в том, что именно. Что случилось? Что произошло? Почему это произошло? Это первое. Но, опять же, значит, значит, это с точки зрения психологии можно так ответить. Значит, смотрите, с другой стороны, то, что у вас имеется сейчас, то, что у вас происходит сейчас, скорее всего, было всегда с вами. Скорее всего. Просто раньше вы этого не замечали. То есть, грубо говоря, грубо говоря, были и комплексы у вас, были и детские страхи. Возможно, была еще неуверенность в себе какая-то. И так далее. То есть, все это, скорее всего, было и раньше. Просто вы это не замечали. Но было нечто, что обострило это состояние. И сейчас вы испытываете то, что испытываете. Поэтому отсюда нужно начинать именно от того момента, когда вы стали себя хуже чувствовать. Намного. Значит, с точки зрения психотерапии, вам нужно будет обратиться в психоневрологический центр. И там вам помогут. Там вас направят к врачу. И он вам поможет справиться с вашей проблемой. То есть, будет назначено лечению вам. Будет назначена психотерапия. И вам помогут. Безусловно. Безусловно. Ситуация такова, что без психологического вмещательства, без психологического воздействия вам помощь будет недостаточно полной. Поэтому, если вы хотите полностью избавиться от проблем своей, то я думаю, что нужно будет вам обязательно поработать с психологом и выявить вот эти вот моменты, которые привели вас к такому состоянию. Которое есть у вас сейчас. На мой взгляд, это то, что вам необходимо. Значит, я бы сказал, что у вас обозрилось такое, знаете, на мой взгляд, параноидальное поведение. То есть, вам кажется, что весь мир, весь мир, да, обострился против вас. Это безусловно. Это, конечно же, не так. Я думаю, что вы и сами это понимаете. Но в основе такого поведения, в основе такого вот восприятия реальности, лежит тревожность, то есть, это то, что вам движет. Тревожность. Ага. Тревожность, это из-за того, что вы, вероятно, вероятно, не простроили свои личные границы. То есть, позволяли себя как-то подавлять, позволяли себе себя подавлять и в итоге это вылилось вот в то, что с вами сейчас теперь происходит. То есть, грубо говоря, ничего хорошего. Да? Соответственно, соответственно, это нужно корректировать, поправлять, и ситуация будет потихонечку нормализовываться. Вот. К врачу сходить, конечно, можно и нужно. Я думаю, что это в любом случае для профилактики это в любом случае будет небесполезно для вас. Вот. Но даже если врач облегчит вам ваши переживания, то все равно нужно будет к психологу обратиться для коррекции вашего поведения. Вот. Все равно к психологу нужно будет обратиться для того, чтобы можно было вам помочь. Вот. А я думаю, что с точки зрения психологии вам можно ответить именно так. Значит, вы описываете только лишь следствие в своем тексте. Вы не описываете причины, о причинах вы не говорите, какие страхи, какие комплексы, почему это все у вас было в детстве, из-за чего это требует опять же проработки. Вот. И, соответственно, если депрессия затянулась, то, естественно, вы не можете сами из нее выйти и не сможете. Это было бы странно, если бы вы могли. Вопрос немножко в другом. Чего вы ждете? Почему раньше не обратились к врачу, если даже не знаете, к кому обращаться, то можно в общем-то вернуться к терапевту и уже проконсультироваться с ним. То есть, вот, в любой клинике, но вы почему-то этого тоже не сделали. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. если вы сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. субтитры 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 субтитры